Шер Мамазулунов Тренируется он под руководством Руслана Кривуши, очень известного тренера у нас в России. На его счету 10 побед, 3 поражения, 0 ничних. Он является победителем всероссийских турниров по кикбоксингу, чемпионом мира по кикбоксингу в разделе лоу-кик. Вака 2016 года, также он является чемпионом Узбекистана по кикбоксингу среди профессионалов. Надо отметить, что в прошлом году он завоевал титул турнира боев по правилам ТНА, весовой категории до 80 килограммов. Провел 4 блестящих поединка, во всех одержал победы. Также он уже не первый раз участвует в турнирах Firefight. Ну и я думаю, он тоже планирует побороться в этой весовой категории за титул. Потому что весовая категория до 77 килограммов просто переполнена отличными бойцами в этом промоушене. Вот уже находится округлубки. Переплетены карьеры бойцов. Встречайте их в красный. Шар встречался и с представителями главного боя, как и с Василием Семеновым, так и с Дмитрием Менщиковым. Абсолютно верно, да. Причем одному проигрывал, другого выигрывал. Я сам знаю его хорошо, Шера. У нас были совместные тренировки. Это очень достойный боец, очень крепкий, стойкий. Поэтому будет достаточно интересное поединение. Да, ну а соперником у Шера Мамазулуну, мы видим, он двигается уже в ринг. Это играние Владимир. 82 победы у него в профессионалах. 28 поражений. Одна ничья. Он представляет Словакия, город. Чемпион мира по кикбоксингу WK 2010 года. Чемпион мира по кикбоксингу TNA 2013 года. Чемпион мира по кикбоксингу VAK 2017 года он является. Также мы видели его поединок на турнире Firefight. И тогда ему пришлось сразиться с Арменом Петросяном, бойцом, представляющим Россию из Красноярска. Уважаемые господа, итак, представляю вам соперников. Сильвуглый боец из города Москва. Ему 23 года. Рост 182 сантиметра. Вес 77. Есть ли прогнозы у тебя, Тимур, на данный поединок? Профессиональный ретор. Очень начал работать серийно. И мне кажется, конечно же, это такая совместная, удачная работа совместно с его тренером Русланом Кривушей. Который, в принципе, и помогает ему. Да, кодирует в этом поединке. Но очень опытный у нас Идрани. Уже хорошо знают Шера в Екатеринбурге. Мы слышим, очень активно ему аплодируют. Его соперник в красном углу. Боец из города Пребидзо, Словакия. Ему 34 года. Рост 180 сантиметров. Вес 77 килограммов 100 граммов. Профессиональный рекорд. 111 боев. 82 победы. 28 поражений 1 ничья. Чемпион мира по кикбоксингу Бако 2010 и 2017 года. Чемпион мира по кикбоксингу ТНА 2013 года. Владимир Идрани. Да, Владимир Идрани. 111 боев. За 100 боев у этого бойца профессионала. Очень опытный спортсмен. Шерц. Мы видим большие соперники. Насколько может Артем сыграть, на твой взгляд, вот этот вот огромнейший опыт со стороны Владимира Идрани? Я думаю, что здесь соперники подстать друг к другу. Шерц чемпион мира, чемпион мира среди профессионалов по версии ТНА. Поэтому я думаю, что давайте поддержим бойца. Уверенный, амбициозный парень. Поэтому я не думаю, что здесь как-то повлияет на Шера психологический опыт Владимира. Опять же, ну как воспользуется своим опытом сам Владимир в данном поединке? Позволит ли ему это сделать Шерц? Увидим, что победит молодость, так сказать. Или опыт, да. Первый раунд у нас начался. Так завладел инициативой Шерц. Занял он центре ринга. Не уступает. Очень остро пробил в печень Шерц. Попытка такого хай-кика с передней ноги от Владимира. Но собран, видит все Шерц. Широкого диапазона, насколько я понимаю, боец Владимир в драни. Потому что с Норманом Петросяном мы дрались, насколько я знаю, в категории выше. Да, до 86 килограммов тогда был тот поединок. Боец до мозга костей. Неважно, в каком весе, главное, боксира. Попал сейчас Шерц, тут же успел провалить. О, хорошая рука. У колена к туловищам. И все, пробил, пробил корпус. В тяжелом состоянии сейчас находится Владимир. Сейчас увидим весь опыт Владимира, сможет ли он воспользоваться. Еще так достаточно прилично времени у нас в первом раунде. Минута осталась, надо двигаться Владимиру. Что Шер, насколько мы видели уже из его поединков, очень выдержанный боец. Который придерживается тактического плана на протяжении всего поединка. Не теряет фокус. И достаточно остро контратакует. Да, дисциплинированный такой он боец. Хороший крюк слева по туловищу. Он добьет, пытается сбить дыхание, пробить корпус. Владимир уже пока не проходит под его кубра. О, и снова колено. Это была потеря равновесия. Хай! Концовка у нас первого раунда. Гонка и бойцы расходятся на перерыв. Закончился первый раунд. Ну, на мой взгляд, я думаю, отдадим победу. Да, Шер, он здесь без вопросов. Гораздо острее были у него такие моменты. Мне кажется, несколько раз потряс, да, он коленом ударом по туловище. Очень острые колени у Шеров. Мне понравились. Я как сам люблю использовать этот прием. Поэтому этот удар я вижу. И понимаю, какой ущерб он может донести. Видно, что он сбил дыхание Владимиру из рани. Надеюсь, он установится. То есть, и здесь у него будет... Артем, да, как мы уже сказали, что основные бойцы сегодняшнего вечера, это и Василий Семенов, и Дмитрий Менщиков, встречались с Шером Мамазулуновым. Как, на твой взгляд, должен пройти сегодняшний, точнее, как, возможно, пройдет сегодняшний, основной бой сегодняшнего вечера? Я знаю, что ты знаком с обоими бойцами. Дмитрий Менщиков, твой одноклубник, парень, который тренируется в том зале, в котором тренировался тык, в котором ты начинал. Есть какие-то прогнозы? Я хотел бы сказать, что Дмитрий восходящая звезда, наверное, уже можно его назвать такой звездочкой, потому что, да, он очень ярко так вспыхнул. Метеором на арене в Казани, на арене Татнефть. И сейчас показывает яркие поединки, но его основная работа – это ударная его мощь. Это его самая главная сторона. Попадает Шерман в состоянии игроги. И нокдаун, нокдаун отсчитывает рефери в ринге. Попал правым через руку здесь Шерман Мазулунов. Очень сдержанный и полетит этот Шерман. Размеренно. Еще очень много времени полетел. Как я говорил, очень сдержанный боец, очень дисциплинированный. Не преобладает над ним эмоции. То есть он... Продолжает, продолжает так нависать над своим соперником Шерман Мазулунов. Разыгрывает доверного практически пытается. Но попадание через руку мне показалось, что снова немножко потряс. Применяет в стойке Шерман. Нравится мне этот боец. Что касаемо поединка Семенов-Меншиков, как я сказал, у Меншиков – это главная, вернее, коронная сторона, это его ударная мощь. Что касаемо Василия. Если Васильев поймает кураж, то он может показать очень хороший поединок. Очень... Достаточно талантливый боец. Но, опять же, очень нестабильный. Иногда от него можно ожидать совсем зрелищного поединка, в котором он показывает себя максимум на 50% от своей... ...своей возможности, своих дам. Офсур попадает Шер левым боковым, но выдержал этот удар Владимир. Сейчас опыт, скорее всего, помогает Владимиру Эндрайне больше выжить в этом поединке. Потому что Шер полностью чувствует из его соперника. разнообразно работает. Лоу-кики, мидолы, колени. Очень острый лоу-кик. Молодец. Но, несмотря на это, да, очень опытный Владимир Эграни. Мы видим, он не удается ему продолжать оставаться в бою. Отдается, отвечает. Пропускает, но все равно огрызается. Да, и мы видим, даже пошел вот тут в размен, рискнул. По вот этому моменту при ведущем углу видно, что не успевает за своим соперником Владимир Эндрайне. Вроде все видит, но где-то не хватает скорости. Снова под концовку. Шер попадает коленом справа по туловищу. Бойцы расходятся на перерыв. Да, и сигнализирует доктору, что у бойца из красного угла есть рассечение. Ну, особо обильного кровотечения нет, так что я думаю... Да, возможно, оно небольшое. Мне кажется, уже даже угловые секунданты справились с этим рассечением. Более здесь остался один раунд, поэтому мы видим продолжение. Вы слышали, что подсказывает Руслан Кривушек своему воспитаннику, своему спортсмену в углу, призывает его работать более разнообразно. А нам показывают между тем вот тот нокдаун, где был потрясен Владимир Эндрайне. Удар через руку он тогда пропустил. Третий заключительный раунд нас ожидает в этом поединке. Владимир пошел вперед. Понимает, что это его последний шанс, чтобы вырвать победу. Я думаю, что здесь ему нужно идти в обанк. Да, даже где-то рискуя, мы видим, но настоящий профессионал. Ну, попадает, попадает лоу-кики, где-то попадает сквозь боковым. Ну, попал лоу-киком здесь Владимир. Принимает на себя несколько ударов Шерма Мазулунов. Войт! Хорошо попал не очень сильно, но так достаточно точно коленом сейчас в разрез Шерма Мазулунов. Чиркнул, мне показалось. Попадает левым боковым уже Владимир. В этом раунде поединок становится поинтереснее, но очень остро, очень мощно бьет Шерма. Снова так попал левым боковым здесь Шерма Мазулунов. После такой яркой, яркого начала третьего раунда такую небольшую было паузу взяли бойцы. Возможно, Шерер подумал, что хватит ему преимущества накопленного за два раунда. Избавил чуть-чуть обороты. Он все равно старается остро атаковать коленями. Снова попадает в дальние руки, но так показывает чудеса стойкости здесь Владимир Идрани. Пробивает, идет вперед. Молодец, характер у этого бойца есть. Вот это вот тот колоссальный, гигантский опыт, который имеет Владимир Идрани, наверное. Больше минуты у нас остается. Меньше минуты остается у нас до конца третьего раунда. Снова лоу-киком попадает Владимир Идрани. Какую ошибку я вижу у Шерера уже не в первом поединке, это он не ставит блок. Очень много пропускает лоу-киков. Слишком много принимает на переднюю ногу, да, возможно? Здесь нужно ставить блок, на мой взгляд, потому что иногда это может быть тюремата. Накопленный на наш удар, он за несколько раундов может сказаться в заключительных раундах. В какую концовку закатывает Владимир Идрани, я пошел вперед. Тут немного после стопа мне показалось. Здесь уже эмоции, эмоции. Отличные, отлично. Три раунда позади. Будет ли объявлено судейское решение, или нас ожидает также экстра раунд в этом поединке, как уже неоднократно мы видели за сегодняшний вечер. Ну, я поводку и немножечко, и думаю, что все же судья дадут победу Шеру, без добавок этого раунда. Включая тот нокдаун, который, да, был. Да, еще был нокдаун. Все же, если по крайней рауну, скажем, что он был равный, два, безусловно, забрал Шер, второй раунд забрал с нокдауном, поэтому я думаю, и вообще он, я в целом во всем поединке смотрелся очень зрелищно, красиво. Да, помните, соглашусь. Доминировал, скорее всего, на мой взгляд, тоже Шерма Магулунов. Мы видим, одевают ему сразу же майку. Флаг Узбекистана накидывают на него, и в ринг заходит наш бессменный ремнионсер Дмитрий Раков. Примаю. Бежатья, господа, перед тем, как я объявлю победителя, давайте еще раз поблагодарим бойцов за красивый бой! Единогласным решением судей победу одержал Шерма Мазулунов. Единогласным решением судей победу одерживает Шерма Мазулунов. Мы поздравляем его. Без сомнения уважение его сопернику Владимиру Ядрани. Будем ждать новых переплетений с бойцами промоушена Firefight. Дмитрием меньше, но матч-реванш будет очень интересный, я думаю, потому что очень два достойных бойца. Но насколько я знаю, они встречаются сейчас снова в ТНА, они также участвуют оба и там еще, да? Ну, здесь уже еще нужно дойти до финала. Да, абсолютно верно. Действительно очень интересно. Ну а мы ждем продолжения. Осталось два боя сегодняшнего вечера. Это все главное и главное событие. Смотрите, не пропустите, будут два очень интересных поединка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, с удовольствием представляю вам победителя поединка Шер Мамазулунов. Шер, поделитесь своими, пожалуйста, впечатлениями. Что чувствуете сразу после ринга? Ну, чувствую себя очень хорошо. Конечно, я очень рад, что сегодня выиграл. В первую очередь большое спасибо организатору и личное спасибо Николаю за приглашение. Спасибо моему тренеру, команде. Я очень рад сегодня выиграл. Шер, ну не уходите, подождите, еще не все. Соперник опытнее в плане боев. 111 боев, это 112. Скажите, каким образом выстраивали поединок вместе со своим тренером? На что делали упор? Ну, я соперника давно знаю. Он когда боксировал, я был молодой. По юбиту он уступал. Ну, никакой вольнины не было, потому что с тренером очень хорошо готовились. Тренер Руслан Кривуша, да, с которым вы работаете в Витязь Файт Клубе. Все правильно? Да, да, да. У нас очень хорошее удобство. Готовились хорошо. Спарринг-партнеры. Все лучше у нас, поэтому победа наша. Спасибо. Еще раз поздравляю вас с победой. Шер Мамазулунов – победитель этого поединка.